Сельские жители стали чаще расплачиваться банковскими картами. Купить продукты, авиабилеты или заплатить за коммунальные платежи безналичным способом стало возможным благодаря масштабному проекту «Безналичный округ». Он стартовал в регионе в марте 2015 года. За это время в муниципальных образованиях были установлены 97 торгово-сервисных терминалов. В планах Департамента финансов и экономики, который курирует проект, привести все крупные организации на селе в сервисы онлайн-платежей. Более половины работающих сельских жителей в 18 муниципалитетах получают заработную плату на банковские карты. Таков результат уникального совместного проекта администрации Ненецкого округа и Сбербанка. Уникального в плане охвата всех поселений региона, которые удалены друг от друга на сотни километров. Высококачественные каналы связи удалось провести благодаря работе Ростелекома и Ненецкой компании электросвязи. Они позволили установить в поселениях банкоматы, торгово-сервисные терминалы и открывать структурные подразделения. В четвёртом квартале они будут запущены в семи поселениях региона – Ома, Пёша, Нись, Великовисочная, Красная, Харута и Амдерма. Это будет удобно как для жителей, так и организаций. Юридические лица, предприниматели, активно мы работаем с Северным комсервисом и Ненецкой компанией электросвязи по этому направлению, смогут вносить денежные средства на корпоративную карту через ВСП в деревнях и смогут там снимать наличные денежные средства. Тут мы двух целей достигаем. Первая цель – то, что нет необходимости будет предприятиям возить наличку в город Наринмар, они могут сдать её в кассу Сбербанка. И это раз положительный такой момент. Второй момент, что у нас, собственно говоря, этими же деньгами мы, получается, подкрепляем наши ВСП, и эти же деньги мы можем выдавать как наличные жителям, физическим лицам. К безналичному округу уже присоединились такие организации, как Ненецкая компания электросвязи, Наринмарский объединённый авиаотряд, Севержилкомсервис, Союз потребительских коопераций Ненецкого округа, Ненецкая формация. В планах департамента подключить к проекту все крупные организации, работающие на селе. Я хочу сказать, что это беспрецедентный случай истории других субъектов, потому что если Архангельская область испытывает проблемы с банковским обслуживанием, то у нас этого нет. Мы её решили посредством данного проекта. У нас фактически каждый гражданин, житель округа может получить карту и получить полноценные банковские услуги удалённо в режиме интернет-банкинга, чего в общем-то нет, и сейчас страдают многие, особенно субъекты в Северо-Западе. Когда они обращаются, что нужно открывать филиальную сеть, это уже для нас вчерашний день, мы это переступили. Параллельно исполнители проекта будут работать с населением в части финансовой грамотности. Зачастую сельский покупатель в магазине хочет расплатиться картой, а продавец находит много причин, чтобы взять наличные. Кроме того, есть нежелание организации работать с терминалами. Это влечёт дополнительные затраты на интернет, выделенный канал связи, банковские комиссии. Встречи с населением и организациями запланированы в рамках третьей Всероссийской недели сбережений в конце октября.